Радио Карачаева Черкесия 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 Радио Карачаев Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Далее нашу программу продолжит музыка. Далее нашу программу продолжит музыка. Далее нашу программу продолжит музыка. Деревья после дожди теплых летних ночей распускают цветы. Далее нашу программу продолжит музыка. Далее нашу программу продолжит музыка. Далее нашу программу продолжит музыка. Слово Валерии Дагужиевой. Далее нашу программу продолжит музыка. 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 в движении пешеходам административный штраф составляет в размере полутора тысяч рублей а для пешехода нарушающее правило административный штраф составляет размере 500 рублей самое распространенное несоблюдение правил дорожного движения в нашей стране переход дороги на запрещающий сина светофора либо не положено месте ну не стоит винить только пешеходов зачастую сами водители бывает неправы пытая поскорее проскочить перекресток на красный свет светофора, не пропуская пешеходов на нерегулируемых переходах или настырно-газуе, тем самым показывая свое превосходство и не терпеливаясь. Чаще всего пешеходы попадают в ДТП в силу своей невнимательности или спешки. Все мы задаем вопрос, что же делать. В первую очередь необходимо начать с себя и соблюдать правила дорожного движения всегда, а еще быть внимательным как водителю, так и пешеходу. Знак пешеходного перехода должен быть одним из главных как для водителя, так и для пешехода. Нужно помнить, подъезжая к переходу, надо снизить скорость. Если перед переходом остановился другой автомобиль, движение можно продолжить только тогда, когда водитель убедился, что на пешеходном переходе нет людей. И, конечно, нужно уступать дорогу пешеходам. Распространенное несоблюдение правил дорожного движения в нашей стране – переход дороги на запрещающий сигнал светофора, либо в неположенном месте. Но не стоит винить только пешеходов. Зачастую сами водители бывают неправы. Пешеходы же обязаны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. Государство автомобильной инспекции Малакарачайского района в очередной раз напоминает водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают. Берегите себя и своих близких. Есть пострадавшие, можно справиться, видят только в ДТП взрослые. Слава Богу, на пешеходных переходах нигде у нас нет. Детей вообще подавно нет. С этим у нас вообще здорово. Детей у нас строго. Мы думаем, минимум наш район. Нам, как бы я говорю, по всем направлениям у нас только повышение. То есть я имею в виду составление материалов плюсы, а по снижению что ДТП снизилось, что со смертельным исходом, что раненых у нас снижение. То есть в таком плане снижение, а в работе только повышение как бы. Только один плюс можно снять. Еще раз хочется напомнить, что пешеходы, ровно как и водители, должны соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора, а водителям соблюдать главное правило – соблюдать скоростной режим. Пусть твой грузовик через бурю пробьется, я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и газ за год. Чтобы не пришлось любимым плакать, крепче за баранку держи, шофер. Ветер за кабиную носится с пылью слева поворот, осторожней шофер. Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрил ловит в песне. Ловитский седина, радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет в перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть Резкий поворот и касса гор Чтобы не пришлось, любимой, плакать Крепче за баранку держи, шофёр 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 Продолжаем эфир Республиканского радио Сегодня четверг, 27 июля У микрофона Альбина Ухтова Жизнь детей-сирот в современном обществе Трудно назвать радужной и беззаботной Если разобраться в проблеме социализации сирот В период самостоятельного жизнеустройства Недостаток видится в отсутствии в соц. учреждениях Семейного или домашнего быта Зачастую в таких учреждениях за детей Всё делают работники и государства И покидая детский дом, дети зачастую Не могут себя полноценно обслужить Элементарно приготовить, покушать, постирать Говорит директор педагогического колледжа Имени Умара Хабекова Игорь Михайлов Попадая в наш дружный коллектив Социализация этих детей Полностью ложится на плечи наших педагогов И воспитателей Говорит директор У нас прекрасный детский дом, я считаю Но там очень много за них делают взрослые Им не дают лишний раз там что-то помыть, постирать За них работает персонал И они зачастую приходят к нам А здесь буквально с первого дня студенческой жизни Им приходится и самим для себя приготовить ужин А иногда и обед И убрать комнату, и застелить бельё И так далее, и так далее И вот буквально за год, за два происходит социализация Дети становятся такими повзрослевшими У нас очень хорошие отношения с детским домом Это не просто какие-то отношения, что мы ездим туда на праздник Мы в постоянном контакте находимся Сейчас те дети, сироты, которые у нас обучаются Они все находятся на отдыхе Вот только что наш сотрудник вернулся из Тиберды Ездил специально проведать наших девочек Как они там находятся, где несколько наших детей Находятся в Архизе, в полевом лагере То есть ни один ребёнок не остался без внимания За всеми ними смотрят Мы можем в любое время дня и ночи сказать Где тот или иной ребёнок находится Для этого есть специальный сотрудник Всё это документируется И я считаю, что дети, которые пришли к нам из детского дома Они буквально за год, за два, они очень сильно меняются Это происходит так называемая социализация ребёнка Выпускники детских домов – это отдельная категория молодых людей Которые имеют ряд особенностей по социальной адаптации За счёт того, что в большинстве случаев Такие молодые люди совершенно не приспособлены к жизни Вне стены интерната и плохо знают свои права Хотя этих прав у них довольно много, отмечает Игорь Михайлов В первую очередь, выпускник детского дома имеет право на обеспечение жильём По закону, каждому выпускнику положено получить от государства Не менее того количества квадратных метров Которое положено по социальной норме Таких детей мы всегда контролируем Пока они не получат своё жильё И в большинстве своём они приглашают нас на новоселье Говорит директор колледжа Я знаю, что судьбы очень удачно складываются у многих Во-первых, государство, конечно же, идёт на выполнение обязательств По предоставлению жилья Вот пожив у нас в общежитии, я мог бы назвать фамилии Те, которые получили неплохие квартиры Окончив наш колледж, они дети-сироты Многие создали свои семьи Я многих знаю поимённо И у некоторых бывал на новоселях даже Я думаю, что судьба в них складывается удачно По крайней мере в нашей республике Очень много в этом направлении делается Министерством образования У нас постоянно сверяются Вот чтобы кого-то, не дай бог, не забыть Сверяются эти списки, эти данные установочные На этих детишек Ну и мы стараемся всячески помочь Если где-то про них кто-то забудет Мы всегда напомним Детки из детских домов Сложнее адаптируются к новой жизни Очень сильно сказывается тот факт Что они привыкли жить коммуной А ещё современные правила запрещают Любой детский труд Расценивая его как эксплуатацию Несовершеннолетних Поэтому довольно часто у молодёжи Из детдома не формируются навыки По уборке дома, мытью посуды и так далее Не секрет, что очень многие Не могут пройти адаптацию нормально И такие коллективы Какой сегодня работает в Пит-колледже Под руководством Игоря Михайлова Это как раз те самые люди Которые дают детям не только знания Но и определённые жизненные навыки и умения Нас генералами песков Зовут Здесь наша жизнь Здесь наш приют И семь ветров нам колыбель Поют А слёзы спать Нам не дают Нас генералами песков Зовут И семь ветров нам колыбель Поют Я начал жить в трущобах городских И нежных слов Я не слыхал Когда ласкали вы детей своих Я есть просил Я замерзал Я начал жить в трущобах городских Когда ласкали вы детей своих За что вы бросили меня? За что? Где мой очаг? Где мой ночлег? Не признаёте вы моё родство А я ваш брат И я человек За что вы бросили меня? За что? Не признаёте вы моё родство Нас генералами песков Зовут Здесь наша жизнь Здесь наш приют И семь ветров нам колыбель Поют А слёзы спать Нам не дают Нас генералами песков Зовут И семь ветров нам колыбель Поют На волне радио Карачаева Черкесии Информационно-музыкальная программа Республика На календаре четверг 27 июля Весной текущего года В средствах массовой информации Было объявлено Что на территории Карачаева Черкесии Будет построен Инновационный медицинский кластер Медкластер Это целый комплекс Лечебных, научных, учебных И реабилитационных учреждений Объединенных единой концепцией Обучение, лечение И научные разработки Будут собраны под одной крышей Цель создания Медицинского кластера Это снижение потока Уезжающих россиян Лечиться за рубеж Которые сегодня Вкладывают большие средства В иностранную медицину Тему продолжит Булду Байрамукова Соответствующий протокол заседания Межведомственной рабочей группы Подписал первый заместитель Министра Российской Федерации По делам Северного Кавказа Одесс Байсултанов Из 19 членов рабочей группы 17 проголосовали За выбор участков Карачаева Черкесской Республики А Межведомственная рабочая группа По рассмотрению вопросов Связанных с созданием Инновационного медицинского кластера На территории Кавказских минеральных вод Определила земельный участок Под реализацию проекта Новая площадка Расположена на территории Краснокурганского Сельского поселения Малокарачаевского района Карачаева Черкесской Республики Территория будущего медицинского кластера Находится в пределах региона Кавказских минеральных вод В наличии Вся необходимая инженерная инфраструктура Находится участок Неподалеку от знаменитого Туристического комплекса Медовые водопады Отдаленность от аэропорта Минеральной воды Всего 60 километров Участок полностью годен Для реализации проекта Подчеркнул в своем выступлении Перед журналистами Первый заместитель министра По делам Северного Кавказа Одесс Байсултанов К 2021 году Планируется построить Медуниверситет Университетскую клинику И научно-исследовательский центр На это из федерального бюджета Выделено 30 миллиардов рублей Общий объем запланированных инвестиций На создание медицинского кластера В СКФО составляет Более 160 миллиардов рублей Цель создания медкластера На базе Кавказских минеральных вод Снижение потока уезжающих Лечится за рубеж Которые сегодня выкладывают Большие средства В иностранную медицину По расчетам Минкавказа Цены на лечение По сравнению со среднеевропейскими Будут ниже На 30-40% По словам Одесса Байсултанова Концепция строительства Медицинского кластера Уже согласована С Министерством здравоохранения Российской Федерации И поддержана в правительстве Сейчас идет стадия разработки Проектно-сметной документации Планируется строительство Таких зданий, как Медуниверситет Общей площадью 23,6 тысяч квадратных метров Университетская клиника На 576 коек И научно-исследовательский центр Общей площадью 16,4 квадратных метров Также появится сеть Центров реабилитации И санаторно-курортного лечения Во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа И три профильные клиники Малоинвазивная Клиника абдоминальной хирургии И клиника матери и ребенка Сегмент реабилитации Один из важнейших Провести курс лечения Или прооперировать человека важно Но не меньшую роль играет реабилитация Чтобы организм восстановился Поэтому мы приняли решение Создать профильные реабилитационные центры Во всех регионах Северного Кавказа Пояснил Адейс Байсултанов Здесь также немаловажен промышленный сегмент Расходные материалы и оборудование Рациональнее производить В шаговой доступности от кластера Перед нами поставлена задача Построить медицинский город Одного окна Кластер будет ориентирован На несколько медицинских специализаций В первую очередь Это опорно-двигательная система Желудочно-кишечный тракт И кардиологические заболевания Структура медицинского кластера Определяется статистикой заболеваний В СКФО и других субъектов Российской Федерации Уравниваем потребности в медицинской помощи По соответствующим направлениям А также сложившейся практикой Организации подобных медучреждений в Европе На Кавказе должен быть создан Инновационный центр Соответствующий европейским стандартам Пока в России такого нет Отметил специалист Строительство данного проекта Решит еще одну немаловажную проблему Это трудоустройство населения Муниципального района Мы побывали в Малокарачаевском районе Новая площадка под строительство Инновационного медклассера Находится в живописном месте На ровном рельефе И окружена горами Рядом с территорией ведется строительство Дороги Красный Курган Медовые водопады Лилия Бурхановна понимает Почему выбрана именно эта площадка Климатические условия В Малокарачаевском районе Действительно этому благоприятствуют Природа замечательная И возможность построения Такого большого кластера Как раз таки есть Эта информация была воспринята Всеми очень и очень благоприятно Почему? Потому что Тем самым будет привлечено Большое количество специалистов Уже я считаю российского уровня Плюс обеспечение оборудованием Будет более чем на хорошем уровне И естественно для нас Это будет вдвойне приятно Что население нашего района Которое отдаленно находится От республиканского центра Уже будет иметь возможность Обращаться за медицинской помощью В столь высококвалифицированный кластер Лилия Салпагарова считает Строительство медкластера Очень необходимым для жителей Не только Северного Кавказа Но и всей России Я считаю, что случаи Которые будут требовать Именно помощи медицинской Это мы уже сможем Естественно получать в кластере Не направляя своих пациентов Допустим по Российской Федерации Это будет, наверное, выгодно Не только для Малокарачаевского района Но и для близлежащего Ставропольского края Общий объем необходимых инвестиций Более 160 миллиардов рублей В том числе 40 миллиардов рублей Из федерального бюджета Который планируется направить На создание якорного проекта Это университет И университетская клиника Научно-исследовательский центр И инженерной инфраструктуры Полностью медицинский кластер Должен заработать в 2024 году Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok СМС-попрошайничество Добавил DimaTorzok 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 Банковский код Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована и просит обратится за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просят сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги! Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Управление КМВД России предупреждает. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Я заметил, что по радуге идешь, мой мир, как он красивый светел. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках купаться Смотри, разноцветный дождь Поет вдохновенно ветер Смотри, разноцветный дождь Поет вдохновенно ветер Это мой мир Как он красивый светел Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Сегодня по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Температура воздуха Плюс 28, плюс 33 В горах плюс 19, плюс 24 Пожароопасность Первый, третий класс В Черкесске переменная облачность Без осадков Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду А столбик термометра Поднимется до 32 градусов На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаева-Черкесии Республика подошла к концу Выпуск подготовлен корреспондентами Службы информации В студии работала Альбина Охтова Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев Мы с вами прощаемся Удачного дня И отличного настроения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok